Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях заместитель председателя кабинета министров Чувашской Республики, министр финансов Чувашии, Светлана Александровна Янильна. Здравствуйте, Светлана Александровна! Наконец-то вы к нам не пришли. Светлана Александровна, когда, говорят, министр финансов представляется такой маленький, толстенький, лысенький дядя с большим портфелем. Вот скажите, пожалуйста, портфель министра тяжелый или нет? Ну, во-первых, то, что вы говорите про образ министра, которого он представляется при том упоминании этой должности, я бы сказала, что это все-таки, наверное, пережиток нашего советского прошлого. Тогда действительно средний возраст министров 60-65 лет, и они соответствуют тому образу, который вы описываете. Конечно, передо мной же сидит молодая, красивая женщина. Со временной России уже все по-другому. Даже если посмотреть на состав кабинета министров нашей республики, на главу Чувашской республики, все спортивные, потянутые и профессионалы своего дела. А что касается отясти портфеля, портфель министра, и не только финансов, действительно, конечно, тяжелые ноши, ответственная работа. Но все министры нашей республики, они готовы работать ответственно, много во благо развития республики, во благо Чувашского народа. Вот предложение возглавить Минфин Чувашии стало для вас неожиданным? Можно сказать, да, неожиданным. И вот первая реакция какая у вас была? Отказаться или от таких предложений не отказываются? Ну, это право человека, наверное. Но в любом случае реакция была, как любого здравомыслящего человека. Это осмысление или оценка критическая, возможности своих сил. Ну, в первую очередь, конечно, осмыслить, смогу ли я нести вот ту ношу, ту ответственность, которая на меня возлагается. Вот прошло сто дней, как вы стали министром финансов. Вот можно ли сказать о том, что уже что-то удалось сделать, то, что вы намечали в самом начале? Ну, соответственно, как вы уже говорили, сто дней это, конечно, совсем мало. Совсем мало. Если говорить о тех планах или задачах, которые я ставлю перед собой. Но в любом случае можно говорить о некоторых достижениях, так скажем, которые мы сегодня сумели достичь и, соответственно, имеем сегодня. Но в любом случае понятно, что бюджет он сбалансирован, он сбалансирован во все времена и в будущем он будет всегда сбалансирован. Иначе без этого невозможно обеспечить финансирование тех обязательств, которые берет на себе правительство. Но что касается конкретных, так скажем, той деятельности, которой я занимаюсь или работаю в этой должности. На сегодняшний день мы очень плотно работаем с Министерством финансов России, сумели получить дополнительные финансовые ресурсы из Федерации. Как раз сегодня в Госдуме рассматривается бюджет федерального внесения изменений, где также дополнительный лимит Республики предусмотрен в размере 151 миллион рублей. Но это не говорит о том, что это наша, так скажем, конечная цель, основная задача. У нас еще и другие задачи, и другие цели по взаимодействию с Министерством финансов для того, чтобы получить дополнительные ресурсы для развития Республики. Скажите, пожалуйста, можно сказать о том, что у вас есть своя команда единомышленников? Может быть, есть люди, которые пришли в Минфин вместе с вами, из других министерств работать? Ну, вот, как говорится, я всегда ценю и уважаю очень профессиональных людей, ответственных к работе, и, соответственно, с такими людьми я готова строить свою работу. Ну, как вы говорите, что по поводу того, что пришли со мной, не пришли со мной, но особо перестану к Министерству финансов нет. Также хочу привести некоторые показатели по текучести кадров. На сегодняшний день показатель составляет 73%, а если сравнивать с нашим периодом прошлого года, оно составляло 9,6%. Как видите, динамика идет к уменьшению, но в любом случае мы должны понимать, что это жизнь, и движение, оно всегда будет и есть, и, соответственно, такое понятие, как текучесть кадра, оно никогда не будет равно нулю. Кто-то уходит, кто-то приходит, и сегодня есть у нас в лакансии, поэтому желающих приглашаем участвовать у нас в конкурсе на замещение в аккордной должности, на создание кадрового резерва. В соответствии с законодательством мы создаем и кадровый резерв, в последующем из кадрового резерва у нас есть возможность уже назначения без проведения конкурсных процедур. Светлана Александровна, как вы считаете, работать со Светланой Александровной Енилиной сложно? Ну, это, наверное, мне нужно задавать вопрос, и мне сложно ответить на него. Я же уже говорила, основное, как бы, мое требование – это ответственное отношение к работе и профессионализм. Если вот эти качества у человека присутствуют, я думаю, что несложно. Скажите, пожалуйста, вам вот лично ваш опыт работы в других профильных министерствах помогает сегодня на этом посту? Ну да, конечно, потому что, когда вы работаете в том или другом министерстве, познаешь все эти нюансы, специфику той или иной сферы деятельности, и, соответственно, это сегодня помогает под многогранным срезом посмотреть на те или другие вопросы. Вот бюджет – такая тема, которая интересует всех, наполнение бюджета, да, очень много споров, и оппоненты очень любят порассуждать на эту тему, так ли формируется бюджет, что-то делается не так. Вот вам тяжело доказывать, что все идет именно так, как нужно, и что все цифры выверены, и все, что вы делаете, это правильно? Вы правильно отметили, что цифры выверены, бюджет только так может быть. Если цифры правильно выверены, доказывать их не тяжело. А что касается направления использования средств, на самом деле он всегда вызывает споры и обсуждения, очень много обсуждений вокруг этой темы. Но я бы здесь хотела вспомнить слова Дмитрия Анатольевича Медведева, который сказал, бюджет – это такая штука, которая никогда никому не нравится. На самом деле, я соглашусь с высказами Дмитрия Анатольевича, потому что на самом деле существуют жесткие правила формирования бюджета, и именно бюджет должен быть сформирован в тех рамках, которые утверждены законодательно. Не позволительно при формировании бюджета не учитывать тот или другой нюанс. Но нужно говорить, что у нас по расходам бюджет сформирован в размере 38 миллиардов рублей, но это с ростом к уровню прошлого года на 5,8%. На сегодняшний день идет исполнение, и, соответственно, республика в полном объеме взят на себя обязательно исполняет и в сроки. Вот приоритет в бюджетной политике, наверное, есть всегда. Вот на вас пытаются как-то давить и просить у вас, говорят, что давайте вот нашей отрасли уделите больше внимания, чем какой-то другой. Ну, приоритет, конечно, однозначно есть, но в любом случае мы должны понимать, что он должен быть сбалансирован. На сегодняшний день у нас, если смотреть расходы нашего бюджета, 28% это на образовательную сферу, ну, и 18% на здравоохранение, 19% на социальную политику, 15% на национальную экономику. Ну, при формировании бюджета всегда оценивается и первоочередность расходов, необходимость, потребность, и, соответственно, сегодня мы оцениваем индикаторы. То есть, вложив сегодня бюджетные средства то или инусферу, то или другое направление, мы четко представляем, какие результаты мы в последующем должны получать, и это мы контролируем. Вот привлечение федеральных средств, как вы считаете, зависит от кого? От министра финансов республики или все-таки от слаженной работы всего правительства республики? Да, это не зависит от работы министра финансов, это зависит от слаженной работы всех министров правительства республики, главы Чувашской республики. На сегодняшний день мы из федерального бюджета безвозмездного поступления получили 6,9 миллиардов рублей, это на 3% больше уровня прошлого года. А если вот сравнивать цифры на начало мая этого года, мы говорили о 5 миллиардов рублей, соответственно, они были ниже, 87% к уровню аналогичного периода прошлого года. Мы тогда же поясняли, это было связано с тем, что в конце прошлого года правительство Российской Федерации утвердило распоряжение, соответственно, которым часть субсидий перечисляются на фактические расходы. Если они ранее поступали авансом, то они вот с этого года поступают на фактические расходы. Соответственно, мы проведя эти фактические расходы, увеличиваем темпы поступления из федерального бюджета, вот сегодня уже имеем 6,9 миллиардов, которые уже выше, чем аналогично перед прошлого года. Если вы смотрите разрезы министерства, 55% по министерству финансового они поступили, 10% по министерству сельского хозяйства, 15% по министерству здравоохранения и так далее. То есть это слаженная работа всей команды Чувашской Республики. Светлана Александровна, вот многие из нас пользуются интернетом, читают в интернете различные публикации, статьи, и складывается иногда такое впечатление, что в республике все плохо. И вообще, как бы, проще всего вот так вот лечь, ручки скрестить и ждать конца света. Вот на самом деле, как обстоят дела в республике? Все-таки у нас есть стабильность? Конечно, есть стабильность. То, что вы говорите в интернете, это абсолютно факты выдернутые, они не соответствуют действительности. На сегодняшний день у нас стабильный бюджет, и оно исполняется сегодня по доходам. Если смотреть доходы на 1 июня этого года, по оперативным данным, республиканский бюджет поступило более 15 миллиардов рублей. Это на 3% выше уровня прошлого года, более 8 миллиардов рублей это собственные доходы. Собственные доходы более чем 4% выше уровня прошлого года. Но, как я уже говорила, расходы у нас 14,7 миллиардов рублей составляют, и профицит бюджета составляет 940 миллионов рублей. То есть бюджет исполнен на 1 июня этого года с профицитом на 940 миллионов рублей. Как я уже говорила, мы безвозмездное поступление получили из федерального бюджета 6,9 миллиардов рублей, что вот выше также аналогичного периода. Мы обеспечиваем своевременное исполнение государственного долга. На сегодняшний день 7,9 миллиардов рублей, ну практически еще на 1 миллиард мы погасили, но через несколько дней уже на 1 миллиард эта сумма уже уменьшится. Сегодня активно работаем и пополнение наших источников покрытия дефицита. Дефицит утвержден законом в сумме 4 миллиарда рублей, то есть бюджет спалансирован. Я еще хочу отметить, что мы сегодня более жестче следим за исполнением кассового плана, и расходы у нас к аналогичному периоду прошлого года увеличились на 23%. Это говорит о том, что у нас улучшилась финансовая дисциплина, своевременное доведение средств до наших получателей этого. Ну, соответственно, это и есть качество управления общественными финансами. Светлана Александровна, а как Вы считаете, вот новая должность вице-премьера, она изменила Вас? Вы стали немного другой? Я думаю, что нет, и думаю, что вообще не должно менять, потому что человек не должен меняться в зависимости от занимаемой должности. Недолжность красит человека. Да. Светлана Александровна, Вы сказали о том, что все правительство республики ведет здоровый образ жизни. Вот для Вас здоровый образ жизни – это что? Вот, например, ежедневная утренняя гимнастика, сбалансированное питание, рано ложиться спать. Что вот? Здоровый образ жизни от Светланы Янилиной. Ну, я тут ничего нового, конечно, не скажу, наверное. Я соглашусь полностью, большей частью, чем Вы сказали, это сбалансированное правильное питание, это занятие физической культуры и, соответственно, отсутствие вредных привычек. Только единственное, не могу согласиться – рано ложиться спать. Это физически не получается. Светлана Александровна, вот все знают такую поговорку – финансы поют романсы. Вот с Вашей точки зрения, в каком музыкальном жанре сейчас находятся финансы Чувашской республики? Может быть, это марш? Может, это романс? Может, это какая-то другая мелодия? Как я уже говорила, у нас же бюджет сбалансированный. Это ровная мелодия? Нет, наши финансы не поют романсы. Не поют романсы, они работают. Соответственно, ну, это понятие действительно в народе очень так принято, говорит, и часто употребляется. Но это принимается… Крылатые выражения. Крылатые выражения, да, Вы правильно говорите. Но оно употребляется в том случае, когда их нет. То есть оно означает, что отсутствует денег. Но, как я уже говорила, у нас бюджет исполнен с профицитом, отсутствует денег нет, источники у нас покрытия дефицитом. То есть романс – это не наш жанр. Да, романс – это не наш жанр, и наши финансы не поют романсы, потому что правительством республики, главой республики принимается взвешенная политика в управлении общественными финансами. Светлана Александровна, министр финансов должен следить за кошельком республики, чтобы доходы всегда были стабильными, и расходы были тоже не очень большими. Вот скажите, пожалуйста, вот в отношении своего собственного кошелька, как обстоят у Вас дела? Вы транжира по жизни? Вот Вы можете пойти в магазин и сразу потратить все деньги? Или эта история не про Вас? То есть Вы всегда берете, например, список, пишете и покупаете все строго по этому списку? Ну, история по поводу того, чтобы растранжировать все ресурсы, все деньги, которые у меня нет, эта история не про меня. Ну, что касается формирования списка, я этим списком строго помогаю, но это тоже, наверное, не про меня. То есть я четко понимаю предел своих возможностей, в которую сумму я могу израсходовать, на какие цели. И, соответственно, в этих пределах я определяюсь там, именно какие покупки нужно осуществлять. Вот вернусь опять к стереотипу. В начале нашей программы я сказала о том, что как министр финансов, это дяденька с большим портфелем, лысенький и толстенький, да? Есть еще другой стереотип. Женщина-чиновник – это синий чулок в темном костюме, с гладкими, такими прилизанными даже, я бы сказала, волосами. Вы совершенно другая. Вот как Вы считаете, Ваша женственность Вам помогает в решении вопросов? Или иногда мешает, например, мужчина на Вас смотрит, скажет, чего там с нее взять? Она, наверное, только перед зеркалом. Вы где-то только, конечно, берете эти образы. Из книг? Из книг, из старых фильмов. Потому что, если даже на уровень федерации посмотреть, и Вы там видите, министр совершенно не соответствует тому образу, который Вы описываете, но в любом случае нужно понимать, что генетически заложено в женщине это хорошо выглядит, и вот занимаемая должность, оно не влияет на это. И поэтому, в общем-то, в любом случае, когда общаемся, в должности нет пола, там, женщина или мужчина. Есть вот эта должность, которая сегодня принимает те или другие решения, и которая сегодня решает те или другие вопросы конкретные. И поэтому сегодня уже вот тот образ, который Вы описываете в отношении женщин, он стал… Он же с канулетом. Да. Он остался в старых книжках, в старых фильмах. И, слава Богу, приятно, когда видишь перед собой молодого, красивого, успешного человека. Честное слово. Светлана Александровна, а вот скажите, пожалуйста, а кто были Ваши учителя? Вот есть такие люди, которые помогли Вам в этой жизни, оказали на Вас большое влияние, сформировали Вас как личность, как профессионала? Честно говоря, мне очень везло на хороших учителей. У меня были очень хорошие учителя и в школьные годы, и в студентские годы, и в трудовой деятельности. Но самое главное, наверное, учителя моей жизни – это мои родители. Это мудрый отец, но весьма требовательная и очень заботливая мама. Вот действительно, они очень серьезно оказали влияние на формирование моей личности. И, соответственно, сегодня то, что я имею, это благодаря моим родителям. Светлана Александровна, вот Вам часто сейчас приходится ездить в Москву и общаться с федеральными чиновниками. Вот чем они отличаются от региональных? Я бы не сказала, что они сильно отличаются от региональных. В любом случае, на любом месте, на любом уровне есть свои задачи, которые они выполняют. Есть свои приоритеты, которые они обязаны придерживаться и выполнять. И ставятся перед ними соответствующие задачи. И поэтому я бы не сказала, что они чем-то отличаются от нас. У нас одна цель, одна задача – развивать Россию, развивать малую родину, развивать республику. Светлана Александровна, лето, жара. Вам удастся отдохнуть в нынешнем летнем сезоне? Это очень сложно сегодня сказать, что удастся или нет, но желание есть. А как Вы любите отдыхать? Отдыхать мы любим семьей. Вы куда-то ездите? Например, за границу, на море? Или все-таки предпочитаете где-то здесь у нас в России? Ну, бывало разные ситуации. То есть где-то мы действительно выезжали за границу, где-то был, так скажем, интересный отдых и на территории Российской Федерации. Сегодня Россия очень сильно развивается и туризм развивается. И поэтому очень хорошие, красивые, удобные и комфортные места есть на территории Российской Федерации. Как Вы считаете, у Чувашии есть шанс стать жемчужиной туризма? Конечно, есть. Насколько в этом не сомневаюсь. А вот какие направления здесь можно было бы развивать? Тут разные направления. Агротуризм, мы сегодня про это много говорим. Ну, соответственно, на это мы и сегодня делаем упор. Есть у нас очень красивые места, но для нас очень красиво, конечно, и сама Волга. Дает нам возможность привлекать именно на отдых к нам, в республику туристов. Вот будем надеяться, что эти деньги пойдут тоже во благо Чувашии. Это будет один еще источник финансирования у нас. Светлана Александровна, и в завершении нашего разговора хотелось бы Вас спросить. Есть то, о чем Вы мечтаете? Ну, любой человек, наверное, мечтает о чем-то, потому что это характерно для любого человека. Даже для министра финансов. То есть, все-таки мечта есть. Это человеческое качество, конечно, есть. Вот что бы Вы пожелали сами себе? Какую бы мечту Вы хотели бы воплотить в жизнь? Ну, я сама себе пожелала бы хороших друзей и верных товарищей. И хочу это пожелать и Вам, и нашим телезрителям. Спасибо. Светлана Александровна, спасибо еще раз за этот разговор. Но мне остается только добавить, что сегодня у нас в гостях была министр финансов, вице-премьер правительства Чувашии Светлана Александровна Енильевна. Всего Вам самого доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»